Волонтёры клуба «Земляне» Дома молодёжи Царскосельский провели эколого-биологическое исследование воды реки Славянка в парке Мариенталь. Акция «Вода России» по-настоящему всероссийская. Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга привлёк нас к этой акции. Мы получили необходимый инвентарь, то есть стилизованные мешки, перчатки с логотипом «Вода России», косынки для того, чтобы акция имела общий бренд. В течение сентября-октября аналогичные мероприятия по уборке водоёмов проходят по всей России, в том числе в Санкт-Петербурге. Анализ качества воды на реке Славянка проводился в 2019 году. И вот спустя два года добровольцы снова проводят комплексный мониторинг воды. Участники изысканий – учащиеся 93-й школы посёлка Шушары. Школьники проводят обследование на наличие фосфатов, нитратов, кислотности. Все данные будут переданы в ГУП «Водоканал». Я считаю, это очень важно, так как эту воду пьём мы, эту воду пьют животные. И если мы не будем знать, что же загрязняет речку, то это будет плохо для нашего здоровья и, в принципе, для природы. Акция направлена на экологическое просвещение молодого поколения и привлечение внимания общественности к проблемам водных ресурсов страны. Очень хотелось бы, чтобы эта акция привлекла внимание к экологической проблематике, к проблематике засорения водных объектов. И вот сегодня я тоже узнала такой интересный факт, что река Славянка находится немного выше, чем река Нева. Поэтому получается, что вся вода, которая здесь находится, она рано или поздно попадает в водопроводные трубы и в краны к петербуржцам. Акция «Вода России» проводится с 2014 года. Она объединила уже более 6 миллионов человек из 85 регионов. За это время очищено более 10 тысяч водоемов и собрано около 500 тысяч кубометров мусора. Ольга Реев, Александр Ногов, Пушкинский район.